привет всем уже девятнадцатом году и сегодня будет вторая часть моего пути к успеху я знаю что вы очень долго ждали это видео вообще будет три части но эта часть я думаю будет самой интересной потому что в ней я расскажу о своем переломном моменте когда я был на самом дне когда мне не хотелось жить и когда я зарабатывал 2000 рублей в месяц так что обязательно посмотрите это видео до конца будет юмор будет польза и конечно же мотивация от 3 части я вам расскажу о своем киевском этапе ребята помните я вам обещал что покажу полностью весь свой путь по депозитам я уже начал готовить для вас это видео но столкнулся с трудностью я понял что не смогу поместить три года своей торговли в одно видео поэтому мне нужно подумать как это сделать так что сейчас пока переходим к моей биографии итак 2015 год я заканчиваю универ провел лучшее лето познакомился на море с девушкой наступает осень я выселяюсь общежития мне нужно искать квартиру я живу в киеве девушка в харькове я ей звоню и говорю можешь найти квартиру в харькове она говорит без проблем находит квартиру я собираю все вещи и переезжаю в харьков тогда мы еще с девушкой не встречались я то есть приехал в харьков был сам по себе я в харькове никого не знаю ни с кем не общаюсь то есть один живу на квартире тогда кстати никто не понимал почему я принял такое решение и вот я зарабатываю с ютуба у меня идет пассивный доход с просмотров также я зарабатываю на хайп проектах и я понимаю что вечно я с ютуба пассивный доход получать не буду мне нужно искать новые источники заработка и тут я вспоминаю об уроке айки общем тогда уже у меня была база я тогда знал об уровнях поддержки сопротивления волнах боллинжера свечные конфигурации какие-то там изучал то есть я уже тогда думал вот что я бог я уже все знаю сейчас просто я возьму и начну зарабатывать на этом брокер и вот в тот период я начинаю уделять торговле очень очень много времени у меня была там определенная стратегия я по этой стратегии торгую например две недели все хорошо потом только у меня два неудачные дня я понимаю что эта стратегия не работает я не понимаю я так думаю да все эта стратегия не работает то есть только я торгую по какой-то стратегии она не работает я ищу новую стратегию я вообще тогда торговал по индикаторам я тогда искал грааль я тогда не понимал что брали не существует потому что я думал что будет какой-то шаблон там к примеру пересекаются две линии какой-то индикатор показывает что нужно покупать и вот я покупаю и я тогда думал что я найду такую стратегию такой шаблон который мне поможет всегда зарабатывать я тогда не понимал что стопроцентная стратегия это контроль она вот здесь и я тогда искал так что ребята перестаньте искать эти стопроцентные стратегии их не существует если вы не научитесь контролировать себя ни одна стратегия ни одни сигналы вам не помогут мои сигналы вам тоже не помогут я же не могу вас заставить заключать только три сигнала в день нет не могу я же не могу вас заставить заключать сделки по одному проценту от депозита нет ребята только вы сможете себя заставить. И вот ни одна стратегия вам не поможет, пока вы не научитесь контролировать себя. Если вы будете ставить, например, по 50% депозита, и вы сольетесь на двух сигналах, это не значит, что сигналы плохие. Это вы не умеете контролировать себя. Если вы не научитесь контролировать себя в долгосрочной перспективе, никогда, никогда, никогда вы не будете зарабатывать. Да, вы будете много поднимать, за короткий промежуток. И также будете много терять, тоже за короткий промежуток. Как быстро вы эти деньги заработаете, так быстро вы эти деньги и сольете. Это нужно вам усвоить сейчас. Зарабатывал я тогда 500 долларов в месяц, квартиру я снимал за 100 долларов. Все деньги, которые я зарабатываю на Ютубе, я закидываю на IQ Option, торгую, сливаю, торгую, поднимаю, также занимаюсь хайпами, то есть сконцентрировался на заработке в интернете. И покупал разные платные стратегии, покупал разные индикаторы, покупал подписки на вот эти вот сайты, сигналы. Тогда групп не было, тогда были сайты, были какие-то лохотроны, были, кстати, нормальные сайты. Помню один очень крутой сайт, там были очень классные сигналы, но там нужно было заходить на один день. И вся проблема была в том, что я не знал, когда они дадут эти сигналы. То есть они могли дать сигнал в обед, могли дать сигнал ночью, нужно все время было мониторить. И не было никаких уведомлений. У меня должен был быть открыт все время сайт, и вот каждые 15 минут я должен был заходить и проверять, не вышел ли сигнал. Также я торговал по новостям. Это было очень интересное время, мне очень было интересно этим заниматься. Я тогда много узнавал о бинарных опционах и вообще о рынке в целом. Тогда я торговал на брокерах IQ Option, 24 Option и Bans The Binary. Была одна такая забавная ситуация. Я купил подписку у такого персонажа, как Alex Gold, на сигналы. Я должен был зарегистрироваться по ссылке у брокера Bans The Binary. Тогда минимальный депозит был 250 долларов. Я заливаю эти 250 долларов. С этих денег у меня осталось 100 баксов. Тогда я был разочарован, вообще не знал, что делать. Уже тогда встречался с девушкой, она вечно приходила меня, успокаивала после сливных дней. Но я старался ей об этом не рассказывать, но она по мне это видела. И вот у меня осталась эта сотка. Я прекратил торговлю, и мне вот звонит менеджер с брокера Bans The Binary и говорит, Тарас, хотите с этой сотки сделать 300? Я говорю, конечно же хочу. Что мне нужно для этого сделать? Он говорит, давайте завтра свяжемся в 7 часов по скайпу, и я вам все расскажу. Я говорю, давайте. Вот мы заходим в скайп и начинаем торговать. Торгуем мы на золоте, там нисходящий тренд, у меня вот осталась сотка. Он говорит, я тебе буду говорить, куда заходить, а ты меня должен слушать. Я говорю, хорошо. Там заходим мы на 5 долларов, сделка заходит в минус, заходим мы на 20 долларов, сделка тоже заходит в минус. Там была коррекция. Но тренд шел нисходящий. И тут он говорит, нужно зайти на весь депозит. На 75 баксов, на последние деньги. Я говорю, я очкую заходить на такие деньги. Он говорит, не очкуй. Я тебе сказал, значит нужно заходить. Он сильно тогда на меня давил. Короче, захожу я по тренду, сделка заходит. Все отлично. И тут он говорит, так, нужно опять зайти ол ином. Я говорю, я не буду заходить ол ином. То есть на весь депозит. Он говорит, так ты никогда не заработаешь. Нужно рисковать. Он так на меня тогда давил. Я захожу ол ином. Второй сигнал тоже заходит в плюс. Все отлично. Я доволен. Я, конечно же, точно не помню, как мы торговали. Но помню, что после второго сигнала я вернулся к первоначальному депозиту. Там плюс-минус 250 долларов. Я думаю, все, торговать не буду. Наконец-то я отбил то, что потерял. Я говорю, все, я хочу прекратить торговлю. Он говорит, нет, так ты на рынке никогда не заработаешь. Нужно рисковать. Давай последнюю сделку мы поставим на 250 долларов. Я говорю, я не буду ставить. Он говорит, тебе нужно поставить, если ты хочешь зарабатывать. Я закрываю скайп. Он мне пишет вот такую вот петицию. Он говорит, ах, ты такой плохой. На рынке тебе никогда не заработать. Я говорю, окей. И ставлю деньги на вывод. Он увидел, что я поставил деньги на вывод через час. И пишет мне снова, тебе всю жизнь работать на заводе. Это вот так общаются менеджеры, ребята. Это серьезно. И начинает, меня нагружает. тебе нужно продолжить торговлю. Если ты сейчас не осознаешь, ты никогда не будешь зарабатывать. Короче, я уже не помню, что я ему тогда ответил. Через 7 дней мне пришли деньги. Я был доволен. Тогда деньги шли очень долго. Это сейчас, да, вы можете вывести деньги за одну минуту. Тогда на тех брокерах, на 24 опшен, на банс дебайнери платеж шел 7 рабочих дней. Свифт платеж. Тогда у них не было электронных кошельков. На IQ Option, да, был электронный кошелек. Тоже было очень много интересных схем. Помню, как я проходил верификацию. Тогда это было сложно. Моя девушка поделала справку, написала от руки, что я там менеджер банка такого-то, подтверждаю, что этот счет на мое имя, потому что я тогда потерял карту и они мне не хотели выводить на новую карту. Мне нужно было подтверждение с банка. мы написали это подтверждение от руки, потому что банк такое подтверждение почему-то не хотел выдавать. И все нормально, я привязал новый счет, деньги мне вывели, очень было много интересных ситуаций. И потом уже в начале 16-го года я запускаю свой проект, называю его рэпер-трейдер. Был такой персонаж как усатый трейдер, он меня вдохновил, я вижу у него усы. Ребятушки, мои дорогие, привет всем, с вами усатый трейдер. А что умеет делать я, а я умею читать рэп. Это будет моей фишкой, я в начале каждого видео буду читать рэп. И я начинаю в такой же стекной шуточной манере показывать свой путь в трейдинге. Это рэпер-трейдер, вот так вот, сегодня с 300 трубчиков на мульте мы 600. Выходные дни, они крутые, потому что они какие, они выходные. Торгую днем, торгую ночью, сижу в курточке, холодно мне очень. Когда я снимал видео, я торговал тогда именно на маленьких депозитах, вот посмотрите, какие у меня тогда были депозиты, потому что я боялся рисковать большими деньгами. В то время я вообще, ребята, был придурком, это в то время я слил свой первый большой депозит и захотел взять биту и разбить сервант. В то время я вот мог пополнить счет на 300 долларов и заключить одну сделку на 300 долларов, чисто на везение. Потому что вот в то время, ребята, мне хотелось быстрых денег. В то время я не понимал, что настоящий заработок это заработок в долгосрочной перспективе. В том возрасте мне хотелось все и сразу. Итак, смотрите это видео. В этом видео мне повезло, я был на седьмом небе счастья, я собой гордился, я думал, вот, я за минуту смог заработать 258 долларов, многие за месяц, не могут столько зарабатывать, вот какой я крутой. Но потом, когда я эти деньги потратил, мне хотелось еще таких быстрых денег, потому что это очень легко. И у меня возникал соблазн сыграть в эту лотерею еще раз. На следующий раз я сливал деньги и понимал, что это не серьезно, что мне нужна стабильность. Итак, Харьковский этап подходит к концу, двигаемся дальше, наступает весна 16-го года, моя девушка едет в Америку по программе Work and Travel, мне, понятное дело, в Харькове делать нечего, я выселяюсь в квартире, часть вещей оставляю у ее мамы, часть вещей беру с собой в Киев, мы вот едем в Киев, я провожаю ее на самолет и мы договорились, что я это лето буду в Киеве, подожду ее здесь, поживу в общежитии, она в сентябре приедет и мы опять поедем в Харьков. И вот здесь начинается самый сложный период в моей жизни. В Киеве у меня в общежитии друзья, я, можно сказать, дорвался до этих гуляний, забил на заработки, бухаю, развлекаюсь, вообще я живу нелегально у своих друзей, то есть вахтерши не знали, что я там живу, знала только одна вахтерша, поэтому я мог там входить, выходить, а когда были другие вахтерши, я два дня сидел в комнате, чтобы не показываться, чтобы не платить за проживание. Итак, в один прекрасный момент мы бухаем в общежитии, заканчивается водка, нужно идти по водку. Общежитие уже закрыто, через вахту, понятное дело, я выйти не могу, нужно вылазить по одеялу. Это была проверенная схема, я так вылазил сто раз уже, и плюс мне это хотелось делать, в детстве я увлекался паркуром, и вот любил рисковать, и я всегда вызывался, чтобы вот вылезти за водкой. Я сто раз вылазил в нетрезвом состоянии, но в этот раз человек меня не удержал, и я упал с третьего этажа. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok все-таки купил водку, там еще подрался с какими-то ребятами под магазином, потом уже зашел через вход, вахтерша узнала, заплатил ей деньги. На утро у меня жуткая боль, мы едем в больницу, мне делают рентген, говорят, о, парень, ты попал, у тебя там смещение, раздробленная кость, ты не сможешь сгибать руку, короче, тебе полная жопа. Нужно было ехать в больницу, говорят, сразу, тебе нужна операция, чем раньше операция, тем лучше. одевает мне гипс, я приезжаю в общежитие, уже меня хотят выселять, я там пытаюсь договариваться, и вот в тот период все начинает рушиться. Знаете, беда не приходит одна, останавливается заработок на ютубе, доход мне пассивный не идет, закрываются хайп проект, и тогда я зарабатываю там по 50 центов по одному доллару в день, то есть до 2000 рублей я тогда зарабатываю. Торговать я не могу, ничего делать не могу, я пытаюсь как-то там торговать, левой рукой, у меня ничего не получается, я нервничаю, я пытаюсь монтировать видео, то есть деньги начинают уходить, и в один момент я понимаю, что все, у меня нет денег, и я не могу зарабатывать, и что делать? Самый был жесткий период, я тусуюсь у друзей, ночую там у них, пытаюсь как-то договариваться за жилье, кушать мне не на что, кушаю тоже у друзей, все, деньги закончились, ничего нет, и я просто в полнейшем отчаянии, и вот в этот период я пытаюсь как-то существовать, я вообще полностью подавлен, уже начинают выселять ребят с комнаты, мне уже негде жить, у меня сломанная рука, я вообще не знаю, что делать, у меня нет денег, и в тот момент мне приходит страховка, я тогда застраховался в компании Метлайф, мне приходит 10 тысяч рублей, это было такое спасение в то время, вообще денег нет, и тут приходит эта страховка, я иду к заведующей общежитии, говорю так-то и так-то, пожалуйста, выделите мне какую-то комнату, вот мне нужно до конца лета провести в Киеве, я сломал руку, понимаете, я не могу сейчас прийти к маме и сказать, вот, я пришел, встречай мама такого сына, я набухался, сломал руку, у меня нет денег, она не хотела давать, говорит, вот, видишь, ты набухался, вы там будете продолжать бухать, так тебе и надо, я говорю, ну, пожалуйста, помогите, и она согласилась мне помочь, выделяет мне комнату на первом этаже, комната для рабочих, там была душевая раньше, там подоконник, кровать, шкафчик и стул, ну, стулом это трудно назвать, потому что на нем там кусок ДСП и он держится на скотче, вот так вот я жил, я там достал матрас, у друзей взял там простынь, и вот так вот я жил, и я пытаюсь, пытаюсь как-то торговать, пытаюсь вести канал этой левой рукой через боль, очень-очень сложный был период, тогда помню, лето, жара, спать я не могу, у меня болит рука, могу лежать только на левом боку и на спине, с девушкой поссорился, денег нет, ребят, ну такая вот жопа, просто лежу и плачу, вот смотрю в потолок и плачу, и рыдаю, и думаю, что мне делать, почему вот так вот в один прекрасный момент я все потерял, и вот тогда я себе поклялся, что это последний раз, когда я так живу, я так больше жить не буду, я больше не хочу быть в такой ситуации, когда у тебя нет денег, я найду способ зарабатывать деньги, я буду много зарабатывать, тогда я себе сказал, у меня будет здоровая рука, я смогу разработать эту руку, я сниму гипс через неделю, пошли в жопу все врачи, хоть они говорили, не вздумай месяц минимум снимать гипс, я думаю, нет, я сниму, буду разрабатывать руку, тогда я не мог даже чашку держать левой рукой, и я через боль пытался держать эту чашку, засекал на секундомере, сколько я ее продержу, вот сегодня там на 2 секунды больше, каждый день делал упражнения, отжимался от стенки, через боль, это уже потом, когда немного рука разошлась уже, очень было тяжело, но как бы не было тяжело, я пытался сохранять позитивный настрой, и вся эта боль, она была у меня внутри, вы не увидите эту боль в моих видео, вы не увидите эту боль в моем инстаграме, и только сейчас я могу вам об этом рассказать, а в видео был только позитив, это рэпер трейдер, привет кто меня ждал, очень долго я видосы не снимал, пару недель назад я руку поломал, было плохо мне, я... в тот момент я каждый день засыпал и думал, мне нужны деньги, мне нужны деньги, мне нужны деньги, как заработать большие деньги, я был в таком безвыходном положении, да, хоть и получил страховку, но я боялся ее тратить, я боялся опять оказаться в том положении, когда у меня вообще нет денег, и вот, в один прекрасный момент, мы сидим в комнате, в общежитии на 4 этаже, да, и там чувак рассказывает, как он разводил казинохи, как он на одном аккаунте там ставил на красное, на одном аккаунте на зеленое, и я теперь подумал, блин, эту же схему можно провернуть на Олимпе, я быстро спускаюсь туда к себе, на первый этаж, беру эти деньги, которые я получил со страховки, создаю на Олимпе два аккаунта, на одном аккаунте пополняю счет на 2000, мне дают 2000 бонусных денег, еще на одном пополняю на 2000, мне дают 2000 бонусных денег, и одну сделку заключаю вверх, одну сделку заключаю вниз, успел я заключить на одном уровне, но с разницей там в одну секунду, и что вы думаете, что происходит, Олимп меня закрывает в один пункт, на первом и на втором аккаунте, вы представляете, остается секунда до конца, вот такой вот скачок, на одном аккаунте меня закрывает на один пункт выше, на одном аккаунте меня закрывает на один пункт ниже, и я теряю деньги, и я думаю, как так тогда, мне еще позвонила мама, мы с ней еще поссорились, я потерял, блин, последние деньги, и вот у меня остаются последние 4000 рублей, и я думаю, я проверну эту операцию еще раз, и я пошел к ребятам, взял ноут, поставил вот два ноута, и одновременно, вот так вот этой сломанной левой рукой, нажал на кнопки, все было отлично, на первом аккаунте у меня сделка заходит в плюс, на втором аккаунте у меня сделка заходит в минус, здесь я зарабатываю 7200, сразу же ставлю на вывод, 2000 бонусных денег, у меня списываются, потому что бонусы выводить нельзя, и вот так я заработал 5200, и потом я опять сделал такую операцию, и опять все прокатило, деньги тогда выводили быстро, без верификации, вообще все было в шоколаде, потом я уже пополнил на 5000, мне дали здесь 5000 бонусных денег, на следующем аккаунте пополнил на 5000, тоже дали 5000, я 10 вверх, 10 вниз, вывожу деньги, и вот так вот я зарабатывал, можно сказать, до конца лета, очень много тогда заработал денег, я думаю, вот все, жизнь начинает налаживаться, потом, конечно же, Олимп эту лавочку прикрыл, сейчас уже так делать нельзя, потому что, когда вы пополняете счет на 2000 рублей, и вам дают еще 2000 бонусных денег, вы не можете поставить всю сумму, то есть 4000 вы поставить за один раз не можете, а раньше был такой, можно сказать, баг, и я эту возможность не упустил, тогда, когда я начал уже зарабатывать деньги, я помню, сходил к заведующей, купил ей целый пакет, там, коня, конфеты, всех отблагодарил, поехал уже домой к маме, навестил маму, я уже все-таки при деньгах, денег было много, маме там сделал подарок, все, уже конец августа, я жду свою девушку, и вот в один прекрасный день, я все дни, видите, называю прекрасными, потому что все эти неудачные дни, вели только к лучшему, звонит мне девушка, и говорит, я не приеду, я остаюсь в Америке, и все мои планы в один миг рушатся, это было для меня очень сильным ударом, узнали родители, давили на меня, я вообще тогда не мог находиться дома, я вообще тогда не знал, что делать, вообще ничего не хотелось сделать, был очень-очень сложный период, в то время я вот уходил на озеро, и вот часами сидел, и слушал аудиокнигу Брайана Трейси, просто я хотел разобраться в себе, я тогда уже брал на себя ответственность, я понимал, во всем виноват я сам, я бухал, я сломал руку, девушка думала, что я ей там в общежитии изменяю, я несерьезно относился к своей жизни, во всем виноват я, в то время я пытаюсь торговать, деньги у меня уже тогда появились, я пытаюсь вести канал, я пытаюсь это все не показывать, но все равно это было видно. Здорово, чуваки, опять я с вами, опять я вам не читаю рэп, опять это видео не про торговлю, я знаю, вы ждете видос про торговлю, скоро будут видосы про торговлю, просто сейчас столько происходит в моей жизни, столько перемен всяких, и не, никогда мне вот сейчас сочинять это все, но я вот стараюсь вам давать полезную информацию, смотрите видео до конца, инфа вся полезная будет. Пару недель я вообще не знал, что делать, я полностью был подавлен, я пытался выйти на связь со своей девушкой, расспросить, что произошло, но было только хуже, было все хуже и хуже. Я понимаю, что так дальше жить нельзя, нужно что-то делать, наступает уже сентябрь, и я говорю маме, что вот, я навсегда уезжаю в Киев, не навсегда, а до тех пор, пока не добьюсь успеха, больше я в этот город не приеду, пока я не добьюсь успеха в Киеве, пока я в Киеве не куплю квартиру. Говорю, если хотите, приезжайте вы ко мне, но я сюда больше не приеду, я нацелен на успех. И вот я беру билет в один конец и еду в Киев, там живу у друзей, некоторое время, пока ищу квартиру, нахожу квартиру, заселяюсь туда. А сейчас ищу квартиру в Киеве, и то есть ночую у знакомых, хорошо, что в Киеве много знакомых, есть где остаться. Наконец-то, я снял квартиру в центре Киева. И вот с этого момента начинается уже киевский этап, в нем я пытаюсь разобраться в себе, пытаюсь понять, как устроена жизнь, я начинаю читать книги, я начинаю развиваться духовно, и вот именно за тот период я узнал больше, чем за всю жизнь. Именно в тот период я уже начал заботиться о своем финансовом будущем. С той тысячи, которая у меня осталась, которую я взял в Киев, я отложил 100 баксов и сказал, меньше 100 баксов теперь у меня никогда не будет. Вот у меня есть 100 баксов, значит у меня есть деньги. Больше я не хочу попадать в такую ситуацию, когда у меня абсолютно нет денег. Я ни у кого теперь не буду просить денег в долг. Меньше этой сотки у меня не будет. Это мой неприкасаемый запас. Что бы ни случилось, я его никогда не буду тратить. И вот теперь эта сотка превратилась в сотню тысяч долларов. Ту первую сотку я потерял, это была купюра 1996 года. Старая купюра, я потерял кошелек. Я всегда тогда носил эту сотку в кошельке. То есть у меня всегда были деньги. Вот я ношу всегда с собой 100 долларов, все, у меня всегда есть деньги. Напоследок хочу вам сказать, никогда не сдавайтесь. Просто продолжайте делать то, что делаете. Никого не слушайте. Даже не слушайте профессионалов. Видите, я не послушался врачей. Врачи мне говорят одно, да, они же профессионалы, они знают. Да ни хрена они не знают. Только вы решаете, какой будет ваша судьба. Только вы можете влиять на свой организм. Только вы. Не врачи, не лекарства. Пожалуйста, поймите это. Ребята, если у вас есть непоколебимая вера, если у вас есть страстное желание добиться успеха, вас никому не остановить, вас никому не сломить. Идите до конца. Никого не слушайте. И чем сильнее боль, запомните, тем выше награда будет. Я вам уже как-то говорил, что если судьба хочет сделать вам подарок, она заворачивает его в проблему. Чем больше проблема, тем лучше подарок. Так что боль это успех, потому что успех это результат опыта. А опыт это результат боли, ошибок, страданий и переживаний. Вот такое вот получилось видео. Я надеюсь, оно было очень интересным, полезным. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новой серии. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую, пока. guru, olsی, Sauся, кан, vi joy, stages, とか, Which des bin S. and öyle, Продолжение следует...